Практическая психология Практическая психология Еще раз всем добрый день. Спасибо большое за приглашение, за интерес к нашему мероприятию и всех с прошедшим Днем психолога. Действительно, у нас 21 ноября произошло масштабное событие, это форум, который назывался «Психология в решении социально-демографических вызовов современности». Этот форум был межрегиональный, с международным участием. Достаточно такое масштабное мероприятие, которое из названия, вы видите, посвящено современным вызовам. Вот что такое современные вызовы и как вы выбирали вообще тему этого форума? Вопрос очень интересный. У нас вообще шла такая достаточно большая подготовка к данному форуму. Можно сказать, что это традиционный форум, потому что он уже проводится не первый год. Вдохновителем была Низовских Нина Аркадьевна. И тему, конечно же, предложила она и вся кафедра психологии Вятского государственного университета поддержала. Что такое вызовы современности? Вызовы современности – это те задачи, которые ставит сейчас перед нами современное, быстро меняющееся общество. И, как вы видите, не каждый человек к этим вызовам готов. Приспособиться, да, и вообще сориентироваться, адаптироваться. Да, он может, совершенно верно, он может потерять точки опоры, он может растеряться, он может потерять в этом мире самого себя. И наша задача была в том, чтобы помочь человеку разобраться прежде всего в самом себе и научиться принимать эти вызовы. Вот смотрите, психология в решении социально-демографических вызовов современности, да? То есть мы с вами здесь взяли очень много темы одна, но со всех сторон раскрыли эту тему, да? То есть в чём цель, какова цель этого мероприятия, когда вы делали программу, то нашим современникам вы хотели дать инструментарий, с помощью которого они могли бы, да, сами себе помогать. И в то же время мы ещё с вами и цель такую просветительскую, да, что если человек современный ориентируется, понимает, что есть те или иные способы помочь самому себе, то вот, пожалуйста, да, слушай спикеров. Спикеры были очень интересны, мы сейчас про них тоже о своём поговорим. Применяй это и улучшай качественно свою жизнь. Качество жизни, да. Совершенно верно, Надежда. Наш форум, он был такой практикоориентированный. В программе можно посмотреть, что там помимо интересных спикеров, как вы сказали, о которых мы поговорим на панельной дискуссии, которые были, были представлены лекции интерактивные, где можно было задавать вопросы, были проведены мастер-классы, где можно было взять готовые техники, использовать, применить их для себя. Соответственно, целью нашего форума было то, чтобы дать людям возможность высказать своё мнение, посмотреть на новые взгляды, на новые идеи, расширить своё сознание, определить новые ориентиры для себя, наполниться новыми смыслами, улучшить качество жизни людей через осознание того, что мы здесь предлагали. И всё это способствует, конечно же, всестороннему развитию личности, и это способствует тому, чтобы каждый человек чувствовал себя счастливее. Да, и плюс ко всему, если у нас общество состоит из таких людей думающих, осознанных, да, то и жизнь общественная становится совсем другая, да? То есть такие, начинаем с личности, а заканчиваем весьма и весьма глобальными такими, да, масштабами. Совершенно верно. Оксана, вот что для меня было необычно, непривычно, и это тоже ведь своего рода вызовы современности. То есть мы всегда привыкли, если мы приходим на форум, то там мы вживую общаемся, мы обмениваемся мнением, мы видим глаза своих коллег, там, студентов, мы постоянно в таком как бы процессе общения, да? И вот здесь я пришла на форум, но я специально хотела очень вот, да, вживую встретиться с вами. Огромное благодарность, что вы пришли, было очень приятно. Со всеми своими коллегами, и спасибо большое за приглашение. И в то же время, вот даже просто сам факт, ты пришел, и там везде камеры установлены, практически пустые залы, да, но мы с вами знаем, что на самом-то деле было очень огромное количество участников, но все это участники были или на рабочих местах, или были у себя дома, или там, да, как бы собирались там в вебинарных комнатах, да, образно говоря. И для многих это ведь тоже такая непривычная очень форма. Для кого-то было прямо, даже вот по спикерам, они говорят, что мы не привыкли на пустую аудиторию. То есть мы понимаем, что там нас слушают тысячи людей, да, а вот здесь это вот пустые столы и стулья, и как хорошо, что хотя бы пару-тройку глаз можно увидеть, чтобы понимать, вот он, да, вот уже выстраивается какой-то диалог. И нам приходится перестраиваться к этим реалям. Совершенно верно. И тем не менее мы не опускаем руки, да, мы с вами понимаем, мы делаем мероприятия, региональные, международные, да, мероприятия, не видя вот этих живых глаз. Был какой-то обратный отзыв? Вы собрали вот уже обратную связь? Да, у нас было очень много откликов. Конечно же, практически все они были положительные, не буду говорить, что все они были положительные, но люди как раз говорили о том, что нам так не хватает вот этого общения, непосредственного общения друг с другом, только лишь в этом были вопросы какие-то, да. И мы объясняли это тем, что это для нас тоже некий вызов. А как сделать так, какие подобрать формы, методы работы на форуме для того, чтобы каким-то образом сгладить вот эту ситуацию? Потому что, конечно же, такой формат – это недостаточно просто. Да. Это общение, где предполагается обратная связь, живая обратная связь, а здесь не все, может быть, это дополучили, и в этом были какие-то определенные трудности. Но мы это рассматриваем как вызов современности, с которым мы достаточно успешно справились. И плюс ко всему мы с вами понимаем, что такие мероприятия, да, со временем будут все… Ну, они же опять-таки, если мы сначала регион, то вот все, к нам кто-то приехал, там, да, собрались, да. А тут уже мы, несмотря на такие сложности, мы что делаем? Мы расширяем, да, нашу же конференцию, наш форум. Могли посмотреть и люди, да, например, русскоговорящие, и я знаю, что там в Великобритании смотрели, да, люди смотрели из Турции, из Австралии. Ну, то есть те люди, которым я, например, поскидывала эту же ссылочку, да, они могли легко подключиться и присутствовать в городе, присутствовать на этом форуме и слушать одних из умнейших, я бы сказала, интереснейших спикеров, делать для себя выводы, брать всю эту информацию и использовать в своей собственной жизни, где бы ты ни был, в любой стране. Да, совершенно верно. Вызов – это ведь новые возможности. И несмотря на то, что у нас не было непосредственного общения, тесного общения, у нас было общение на расстоянии, которое и душевность этого общения мы тоже чувствовали. И действительно, мы расширили масштабы нашего мероприятия, поскольку, как ты сказала, что люди нас слушали из разных точек мира. Действительно, это были не только специалисты, те люди, которые увлекаются, изучают эту проблему из Кирова, Кировской области. Это были специалисты из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Рязани, из Пермской области. Это была Архангельская область, Республика Беларусь, Республика Коми. Сейчас всё не перечислить. Это была Испания, Канада, Великобритания. То есть масштабность мероприятия, география мероприятия была достаточно большая. А если бы, например, мы не выходили в онлайн-пространство, то тогда кто услышал, кто пришёл, кто собрался, ограничивались бы всего лишь одним, может быть, регионом. Отлично. То есть несмотря на эти страхи, несмотря на тревогу, несмотря на то, что нас жизнь ставит в такие условия, мы и тут находим с вами огромные плюсы, потому что знаем, для чего мы всё это делаем. Давайте, Оксана, мы сейчас с вами проговорим. Там ведь кроме мастер-классов, интерактивных лекций, была ещё и панельная дискуссия, и также ещё была работа заседания рабочей группы. Вот можно нам поподробнее всё это рассказать? Потому что мероприятия действительно очень интересные. Да, вот я с удовольствием об этом вам расскажу. Вообще хочется сказать, что наше мероприятие поддержала элита города. И на панельной дискуссии, например, у нас присутствовала министр социального развития Кировской области, Шулятьева Ольга Юрьевна, которая выступила с таким актуальным докладом. Это человеческий потенциал, главный фактор в реализации нацпроектов. Она говорила о том, что главным человеческим потенциалом являются люди, которые получают образование, которые получают различные профессии, которые создают семьи, которые развиваются, которые работают в различных областях. Кроме того, мне хочется подчеркнуть, что на панельных дискуссиях у нас были модераторы. В качестве модераторов была Симонова Галина Ивановна, директор Педагогического института Вятского государственного университета. Также модератором у нас была Ершова Нина Николаевна, член Общественной палаты Кировской области, директор Центра социально-психологической помощи детям, ну и доцент кафедры психологии ВятГУ. Были эксперты, такие как Бажин Константин Сергеевич, это проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности университета. Я была в качестве эксперта. И всё это, конечно, безусловно, их взгляд экспертов и ведение дискуссии модераторами, это, конечно, помогало слушателям, участникам форума осознавать те внутренние смыслы, помогать разбираться в вызовах, в современности. Ещё на панельной дискуссии было очень интересно выступление Митягиной Екатерины Владимировны, проректору по развитию на основе анализа больших данных ВятГУ, которая рассказала о принципах работы с большими данными. Что сейчас в исследованиях, я думаю, что это было интересно послушать и студентам, и научным работникам, поскольку на форуме у нас ещё и было очень большое количество студентов, молодёжи, потому что за ними будущее, это тоже очень здорово. И она говорила о том, что вот эти большие данные необходимо сейчас использовать в современных исследованиях в нашем меняющемся мире. То есть она говорила о краудсординге, привлечении к решению каких-либо проблем большой группы людей. Интересно было выступление Эльвиры Васильевны Бушковой-Шиклиной, доцента кафедры культурологии, социологии и философии ВятГУ. Она говорила о том, что в обществе сейчас существует дисбаланс между обменом, в том числе энергетическим обменом, эмоциональным обменом. Люди обмениваются в жизни разными ресурсами, и этот дисбаланс может привести к тому, что у людей теряются внутренние смыслы. Вот этот вопрос тоже вызвал много интереса, дискуссия, вопросы в чате. Мы, кстати, постоянно отвечали на вопросы, которые были в чате у слушателей. Она также уделила внимание вопросам отношения между родителями и детьми. Это тоже один из вызовов современности. Она представила результаты исследования и сделала выводы ещё о том, что каждый человек сам отвечает и несёт персональную ответственность за свою семью, за родительство. То есть она немножко сместила акцент с государства, с глобальности, на личную ответственность каждого. И хочется отметить, что вот про эту личную ответственность каждого за то, что ты состоялся в жизни, не состоялся, как ты отвечаешь на эти вызовы современности, говорили очень многие спикеры. И это было очень ценным. Большой интерес вызвало выступление Злоказовой Марины Владимировны, заведующей кафедрой психиатрии Кировского государственного медицинского университета, поскольку тема её выступления была очень актуальной в настоящее время. Это проблемы психического здоровья в период пандемии COVID-19. Да. И такой, получается, форум, да, он такой ещё и межвузовский. Межвузовский. Мы привлекали специалистов других вузов. Это тоже было очень ценным. Позже мы ещё, наверное, поговорим о наших выпускниках, где тоже мы привлекали выпускников успешных, да. Тоже было очень ценным. И, конечно же, Марина Владимировна, которая ещё и проводила мастер-класс, об этом мы тоже, наверное, поговорим. Она говорила о том, что то, что сейчас происходит, ситуация с COVID-19, это тоже некий вызов. Каждому из нас, да, посмотри на себя, на своё отношение к здоровью как к ценности. К своим страхам. Да, говорила о том, что вот эти все страхи, состояние неопределённости, это ведь наши собственные реакции. Это было очень интересно, очень ценным, полезным. Она рассказала также о способах профилактики стресса, посттравматического стрессового расстройства. Вот такие интересные доклады Нины Николаевны Ершова с вопросами практики социально-психологической помощи детям и семье. Тоже у неё интересные здесь были моменты. Она не успела выступить, но в процессе дискуссии, как спикер, она обращала на это внимание. Поэтому вот такие разносторонние были доклады спикеров на многие вызовы. И они в то же время, когда ты слушаешь, ты понимаешь, что ты часть всего этого происходящего, да, и ты так или иначе тоже влияешь на все те процессы, которые сейчас в современном мире. Но помоги сначала сам себе. И для этого есть, в общем-то, у нас и знания, и навыки, и специалисты, если вдруг сам не справляешься. Давайте немного проговорим. Мне вот было очень интересно про выездное заседание рабочей группы, да, и тема у вас тоже была «Возможность оказания психологической помощи детям, родителям и учителям в школах Кировской области». Обсуждалось это с экспертами, и ещё был приглашён у нас на эту рабочую группу... Шабардин Владимир Валерьевич, да. Да, совершенно верно. То есть мы продумываем мероприятия, решили создать такую рабочую группу, пригласить в эту группу психологов образования Кировской области. И пригласили на это заседание Шабардина Владимира Валерьевича, уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области, который нам осветил вопросы возможностей межведомственного взаимодействия в организации психологической помощи детям, родителям, подросткам. Он также акцентировал внимание на те вызовы современности, которые мы видим, да. Что это один из вызовов? Это, например, то, что происходит сейчас с детьми, которые могут являться жертвами насилия. То есть это вызов, это то, с чем необходимо сейчас работать психологом. Это буллинг. Вопросы буллинга обсуждались, поднимались. Вопросы суицида. И он поднимал вопросы, все коллеги, по совершенствованию системы психологической помощи детям, по организации мероприятий в этом направлении. И были намечены пути решения. Ещё хочется отметить, что модераторами этого мероприятия были Ершова Нина Николаевна, член общественной палаты Кировской области, директор Центра социально-психологической помощи, я уже её представляла, доцент кафедры психологии. И Трубицина Елена Владимировна. Это директор Кировского областного центра дистанционного образования детей. Это центр, который был открыт совсем недавно, но это настолько важно, чем они занимаются, и нужное направление работы. И она тоже была в качестве модератора и в качестве спикера. Она представила доклад, рассказала об организации работы этого центра, что было тоже очень интересно, потому что у нас не все психологи владеют этой информацией. И она ещё и говорила о том, что в их ведомстве находятся семь округов, и также есть сетевой профильный класс по основам психологии. То есть это те студенты, можно сказать, вернее, будущие студенты, потенциальные такие, абитуриенты, с которыми необходимо тоже работать. Всё это мероприятие ещё и было с участием как раз выпускников вузов. Да, да. Каким образом мы их привлекали и какой результат мы от них ждём? Вообще, вот если мы посмотрим на программу, то там у нас было такое видео-марафон с выпускниками. И мы его так красиво назвали. Это диалог в неформальной атмосфере о жизни и себе. То есть наши выпускники, они рассказали о себе истории своего успеха. И мы были горды тем, что это выпускники кафедры психологии Вятского государственного университета. И когда модераторами этого мероприятия, подготовкой этого мероприятия занимались и Вутина Елена Петровна, и Корчагина Галина Ивановна, доценты нашей кафедры, кафедры психологии, которые этих выпускников как раз взрастили. И чем было это важным и ценным? Когда другие студенты, другие люди смотрели на эти живые истории успешных людей, они понимали о том, что это может быть и со мной. И выпускники указывали на те моменты, приводили конкретные примеры, что им помогло достичь успеха в жизни. Это как раз опять-таки про персональную ответственность за свою собственную жизнь и за ту траекторию развития, которую ты однажды выбираешь. Совершенно верно. Совершенно верно. И здорово, что это не просто читаешь книги, смотришь фильмы, а вот они реальные люди, с которыми ты можешь пообщаться, написать им в этом же чате, задать вопросы, может быть, даже где-то проконсультироваться в буквальном смысле слова, что я бы хотел пройти по этим, по этим, по этим стопам, как это можно сделать. И получить тут же вот эту обратную связь, ценную, важную и живую. Особенно сейчас в настоящее время, когда много каких-то неопределённостей в жизни, и люди ищут точки опоры, и вот такие живые истории о жизни, они очень являются ценными, обладают большим ресурсом. Согласна полностью. Давайте мы сейчас с вами ещё поговорим про мастер-классы. Вот я, например, была на мастер-классе у Марины Владимировны Злоказовой. Потрясающе наполненная вот именно смыслом практико-ориентированный мастер-класс. То есть просто бери и делай, используй. Кстати, тема была очень интересная, мне понравилось. Это и про профилактику стресса, и про то, что если ты уже находишься в этом, например, остром стрессе, или, например, в этом же хроническом стрессе, то каким образом ты прежде всего сам себе можешь помочь, а потом уже помочь людям, которые окружают тебя. Спикер прямо взяла из всех сфер, начиная там с религии, когда ты просто можешь обратиться к Всевышнему и попросить, надеяться, верить в то, что тебе поможет Всевышний, да, там небеса, и заканчивая прямо такими физическими методами, с помощью которых, например, людей выводят прямо из острых стадий стрессовых ситуаций, и это используют и врачи, и психологи, и владея этими методиками, ты можешь использовать это, помогать сам себе и, конечно, своим родным и близким. Какие вам понравились мастер-классы, и с какой целью вы вообще сделали именно этот сегмент форума? Спасибо за вопрос. Да, действительно, мастер-класс, Марины Владимировны, как и все другие мастер-классы, они были настолько практикоориентированы, что бери и используй этот инструмент. Наша задача заключалась в том, чтобы дать людям готовые инструменты, какими они могут реально пользоваться, чтобы каждый что-то взял для себя, ценное, важное, нужное, то, что резонирует именно с ним. Были интересные мастер-классы, например, я проводила психологическую игру «Трансформация», моя любимая игра, которая, на мой взгляд, является инструментом для понимания собственной жизни, осознания собственных целей, выявления иррациональных убеждений и смены привычных способов поведения. То есть те способы поведения, которые мы использовали раньше, они сейчас, в наше время, в современном мире могут не работать. А если ты ведёшь себя тем же способом, а ждёшь другого результата, то, увы или нет, это не получится. Ну и вообще, конечно, очень интересная такая практика, да, игропрактика. Игропрактика. Да, мы с вами понимаем, что, играя, мы очень многие вопросы можем играючи и решить. Да, то есть великолепная форма мастер-класса. Да, интересно очень. Тоже было очень много положительных откликов, как и на другие мастер-классы. Замечательный был мастер-класс по формированию семейных ценностей подростков. Вот вопрос ценностей, он тоже был ключевым на нашем форуме. Формирование системы ценностей, принятие этих ценностей как ценностей для меня. Да, и этот мастер-класс проводила Буланова Елена Александровна, преподаватель кафедры кадровой, воспитательной и психологической работы в СИН России. И она рассматривала вопросы ценностей семейной жизни, рождения, воспитания детей. Ну потому что у нас, да, действительно, здоровая личность, она базируется на вот этих семейных ценностях. Да, и если они правильно заложены, то тогда уже спокойнее эта личность идёт по жизни и добивается тех результатов, которые перед собой поставила. Да, и это как раз перекликалось ещё и с вопросами рабочей группы психологов, потому что возрастная категория, с которой представляла она свою методику, это именно подростки, когда идёт ещё закладка этих ценностей, да, и когда можно влиять на их смысл, масловую сферу, да, и что-то менять. Интересный очень был мастер-класс «Психологическое аккортирование, работа с границами личностного пространства», который проводила Губина Светлана Тельмановна, доцент нашей кафедры. Это вообще, это актуально, да? Очень актуально. Всё, что связано с личными границами, особенно в то самое время, когда ты как раз оказываешься в период пандемии, например, ты в семье закрыт в четырёх стенах, там, или там, да, работаешь на удалёнке, а тебе нужно при этом ещё и очень многие процессы проживать вместе со своими домочадцами. Интересно очень, потому что вопрос личных границ – это очень важный вопрос, как, Надежда, вы сказали, да, поскольку мы выстраиваем отношения с собой, с окружающим миром, какие наши границы. И вот как раз с учётом особенностей онлайн-взаимодействия Светлана Тельмановна попробовала выстроить и показать этот мастер-класс и навела на определённые, опять же, смыслы слушателей. И этот мастер-класс ещё и был с элементами ландшафтной арт-терапии тоже. Потрясающе. Да, очень-очень красиво. Ресурсная. У Екатерины Павловны Кирилловой, доцента нашей кафедры психологии, тоже был очень интересный мастер-класс – это нейротрансформинг в развитии личностного потенциала личности. Тоже он был нацелен на то, чтобы показать готовые психотехники, то есть, например, как работать с целями клиента, как прорабатывать мотивационное устремление клиента. Это всё помогает человеку лучше понимать себя и приспосабливаться к изменениям окружающей действительности и, соответственно, принимать эти вызовы. Ирина Владимировна Новгородцева, заведующая кафедрой психологии и педагогики Кировского государственного медицинского университета, она показала технику арт-техники в работе с травмами привязанности. Тоже очень интересный мастер-класс, она рассмотрела вопросы материнской сферы личности, вопросы формирования репродуктивного поведения, привязанности, ведь часто подменяют эти понятия – любовь и привязанность, безусловная любовь. Вообще, когда возникают нарушения привязанности, да, и кто может помочь этой женщине внести в состояние нормы. Очень интересно. Я когда увидела вообще название мастер-классов, я думала, как я хочу быть и там, и там, и там, и там. И что самое интересное, ведь у нас с вами опять-таки есть уникальная такая возможность, да, благодаря тому, что каждый мастер-класс был отписан, да, потому что у нас не просто был онлайн-трансляции, да, эти мастер-классы, но ещё и была запись. На YouTube-канал, да. Да, и все те участники форума могли потом спокойно отсмотреть все оставшиеся мастер-классы, принять эту информацию к сведению, использовать её в жизни и улучшать качество своей собственной жизни. Совершенно верно. Опять же, были большие плюсы, потому что на YouTube-канале всё в свободном доступе есть, все желающие могут вот это посмотреть в любой момент. Ну вот мы сегодня с вами, да, обязательно скинем ссылочку на мою страничку и на вашу, да, и все желающие могут до сих пор ещё пользоваться этим. Пользоваться, совершенно верно. Да, да, замечательно. Совершенно это бесплатно, что тоже очень и очень приятно, я бы сказала, такой бонус в наш экономический мир. Вот опять же, Надежда, наверное, это личная ответственность каждого. Мы предлагаем, хочешь, бери, пользуйся. Не хочешь, не бери. Да. Да, то есть вот, пожалуйста, это абсолютно действительно бесплатно. Вот это баланс, давайте брать. Мы готовы давать. Берите, пожалуйста, используйте для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону. И ещё бы хотелось рассказать про мастер-класс. Это старителлинг «История жизненного успеха», который провела Корчагина Галина Ивановна, доцент опять нашей кафедры, у нас, видите, одни звёздочки. Да, у вас звёзды. Да. И Дуркина Елена, это тоже выпускница нашего факультета педагогики и психологии. И они провели такой достаточно тоже интересный, актуальный мастер-класс со структурой, познакомили со структурой жизненной истории. Отлично. В общем, давайте мы сейчас подведём своего рода такую черту, да, и сделаем вывод. Во-первых, я правильно ли понимаю, что у нас ровно через год, если всё сложится хорошо, да, форум должен случиться в нашем регионе. И поэтому мы уже заранее всех приглашаем. Принимайте в нём активное участие. Можно быть, наверное, подать заявку как спикер, да, может быть, да, может быть, там, например, участник мастер-класса, может быть, это вы будете просто слушателем. Это решать в любом случае вам. Главное, что отслеживайте, какие интересные мероприятия происходят в нашем регионе, и принимайте в них самое активное участие, дабы быть образованным, интересным для себя и для этого мира человеком. Ну что, ещё что-то хотим дополнить? Есть прямо вот буквально минутка. Буквально минутка. У нас ещё были очень интересные интерактивные лекции. Например, у нас доктор психологических наук Низовских, Нина Аркадьевна, она прочитала такую интересную лекцию «Забота о себе», что является тоже очень актуальным. Ну и, конечно же, мы в следующем году будем проводить этот форум. Мы всех приглашаем, будем с нетерпением ждать, рассмотрим любые предложения. И что мне хотелось бы всем пожелать? Новых идей, профессиональных открытий, творческих достижений и счастья от собственных изменений. Отлично, спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня в гостях у меня была Бельтикова Оксана, исполняющая обязанности заведующая кафедрой психологии Вятского государственного университета, клинический психолог и кандидат педагогических наук Оксана. Большое вам спасибо за интересную программу. Благодарю. И до новых встреч. Благодарю, Надежда. До свидания. До свидания. Практическая психология